И когда вот этот срыв случился, это стало ужасно страшно. Это было еще страшнейше, чем то, что было. Приветствую вас, друзья, на нашем канале. В период новогодних праздников к нам в клинику обратилась семья по поводу срыва. Что такое срыв? В наркологии срывом называется состояние как минимум одноразового употребления алкогольных напитков на фоне полного воздержания. А рецидивом называется возобновление той же самой симптоматики алкогольной зависимости, которая отмечалась до прохождения лечения. То есть после длительного полного воздержания от употребления спиртных напитков, человек опять возобновляет употребление спиртного в том же самом режиме. Международный классификатор алкогольной зависимости определяет рецидив, как повторяющееся употребление спиртных напитков, несмотря на рецидивирующие отрицательные последствия. Поэтому так важно отслеживать психоэмоциональный фон пациента в период воздержания для предотвращения срывов или рецидивов. Что касается сегодняшнего нашего случая. Пациент в 2007 году прошел лечение от алкогольной зависимости и сам установил себе период воздержания сроком на 5 лет. Но в течение этих 5 лет он убедился, что такой образ жизни ему гораздо более подходит, чем то пьянство, которым он занимался прежде. И он не употреблял полностью спиртных напитков на протяжении 13 лет. Однако недавно у него состояние ухудшилось. И он был госпитализирован по поводу осложнения острого простудного заболевания. Речь идет об остром сосудистом заболевании с церебральными осложнениями. После проведенного ему там стационарного лечения и выписки из стационара у него возникло влечение спиртного. И он одноразово употребил 300 мл 40-градусного алкоголя. Состояние опьянения и похмелье на следующее утро ему дали повод задуматься над этим. И семья уже через неделю обратилась за наркологической помощью. Поэтому данный случай мы, врачи-наркологи, не расцениваем как рецидив. Мы расцениваем его как срыв, потому что симптоматика алкоголизма не возобновилась. И мы надеемся, что после следующего этапа лечения его ремиссия будет продолжаться и дальше. Посмотрите наш сюжет. Николай Викторович, мы с вами встречались последний раз в нашей клинике 13 лет назад. Вы проходили лечение на 5 лет, а не пили? 13 лет. 13 лет не пили. Вы себя все это время хорошо чувствовали? Отлично чувствовал себя. А что сейчас произошло? Ну, а сейчас, ну, произошло после больницы, как говорится, ну, немного что-то... Это то, что вы поступили в больнике. Но я его использовал как для лечения опять алкоголизма. То есть вы употребили спиртное всего лишь один раз? Один раз. Один раз. И тут же решили приехать. Вы же издалека ехали, да? Да, да. Издалека. Ясно. А вот эти 13 лет, у вас не было никакого влечения к алкоголю? Не хотелось, и даже не думал о нем, и не гадал. Мне было хорошо. Прекрасно. Мне было хорошо. И сейчас приехали продолжать трезвощи. Сейчас приехал, чтобы лучше было, конечно. Ну, и все было в порядке в семье и со здоровьем. А скажите, пожалуйста, вы как супруга Николая Викторовича, вот эти 13 лет, как вы себя чувствуете? Я жила спокойной жизнью. Чувствовала себя, ну, не знаю, королевой. Я уверена была в завтрашнем дне, что мне не надо бояться за мужа, что он десь там пиде и прийде, и мне не надо было ни деньги прятать, ни дай ничего. Мы себе могли позволить купить одеться, обуться, покушать. То есть мы, ну, нормальная жизнь. Полное спокойствие. Да, именно душевное спокойствие было. Именно душевное спокойствие. И у вас, и у детей. Да, да, да. Я этому была очень рада. И когда вот этот срыв случился, это стало ужасно страшно. Это было еще страшнейше, чем то, что было. Вот эти напоминания о том, что это может повториться. Потому что спокойствие, я жила душевное спокойствие, в следующий раз, это очень, ну, дорого стоит, было назначено, поэтому спасибо вам, конечно, что не согласився, вот сразу не согласився, и, да, будем ехать. Ну, он же ж тоже понимает, что первый шаг всегда начинаем, а потом все продолжается. Да. Ну, я очень вам благодарен за то, что вы и оставили хорошие отзывы о нашей клинике. Да, вам спасибо большое. Спасибо, что вы есть. Да, да, будем продолжать. Я звонила сюда, звонила сюда, узнать, работает ли клиника. Советую вам посмотреть два сюжета из старых наших фильмов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok